Питание бупугаев, авокадо. Можно ли включать их в рацион? Как быстро оно их убьет, и птицы в природе едят авокадо. С это Снежана, Снежана это С. Всем добро пожаловать на канал Bird Space. Всем привет, меня зовут Снежана, и я рада видеть вас на канале Bird Space. Мы с моими подписчиками из инстаграм договорились, что я расскажу вам о теме, а именно питание бупугаев, авокадо. Можно ли включать их в рацион? Как быстро оно их убьет? И я немножко проспойлерю то, что я узнала от людей в ларопарке, а точнее в самом большом парке птиц проходила конференция. И, конечно же, я там была и не упустила свою возможность поговорить со всеми учеными, биологами, владельцами и директорами европейских зоопарков о том, дают ли они авокадо, в каком количестве, почему они считают его безопасным, либо небезопасным. А также немножко больше углубиться в тему, действительно ли умирали птицы в природе от авокадо, и можно ли нам, владельцам птиц, киперам, заводчикам, включать этот продукт в рационные птицы. Здесь будет вся информация, я расскажу вам простым языком, без каких-то научных заумных терминов, чтобы каждый это понял и сделал для себя свои выводы. Итак, авокадо. Давать или не давать? Вот в чем вопрос. Почему одни кричат, что он токсичен, и ваша птица погибнет, а другие смело его дают, и, о чудо, птица не погибает? Давайте начнем с самых истоков. Откуда появилась информация о том, что авокадо токсичен? Были проведены некоторые исследования, сразу скажу, не на попугаях, о том, что он может быть токсичен. И сразу перенесли их и на попугаев. Плюс несколько источников, а точнее несколько врачей, которые устанавливали смерть птицы, установили ее от авокадо. Все мы знаем, что в Европе тема лечения птиц, содержания более развита, чем у нас. Я своими силами пытаюсь это привнести в нашу среду, поэтому не забывайте подписывать и ставить лайки. Так вот, там были данные, в которых говорилось о том, что врач установил смерть птиц от авокадо. Но что происходит потом? Питаются ли птицы авокадо в природе? Да, птицы в природе едят авокадо. И это не шутка, это не какая-то история, которую нельзя подтвердить. Вы можете открыть даже тот же ютуб и загуглить Parrot eat avocado. Все, вы найдете кучу видосов, которые подтвердят то, что они питаются. Но сейчас внимательно меня слушаем. Нет ни одного исследования, которое бы проводилось, исследовало здоровье птиц до приема авокадо, здоровье птиц после авокадо, особенность видов птиц, которые едят это авокадо, виды этого авокадо, который поедается, потому что авокадо видов огромное количество. Не говорю же о степени зрелости, которую они его поедают, скорее всего, недозрелая, но вопрос. А также нет ни одного исследования, которое рассматривало, что птицы в природе едят в тот момент, помимо авокадо. Птицы в природе едят намного больше продуктов, чем вы можете себе представить. И я не удивлюсь, если действительно птица может есть авокадо, а потом полететь съесть какую-нибудь травку, наесть от той же глины и снизить токсический эффект. Почему сейчас я говорю о каком-либо токсическом эффекте? На самом деле многие владелицы успешно скармливают авокадо своим питомцем, попугаев. Их, опять же, о чудо, никто не умирает. Те владельцы, которые кормят, большинство из них обследуют своих животных. И здесь кроется очень большая и важная истина. Если вы не обследовали никогда в жизни свою птицу, даже те люди, которые за питанием авокадо скажут вам «не давай». Почему? Потому что авокадо может влиять на состояние здоровья птицы, у которой уже есть некоторое отклонение с внутренними органами. Сейчас мы не пойдем в эти дебри. Вам нужно просто ответить себе на один вопрос. Вы обследовали свою птицу, либо нет? Для того, чтобы даже задуматься, дать ли авокадо, либо нет. Но сразу вас здесь остановлю на этом моменте. Вот вы, возможно, уже думали давать или не давать. Я изучала диетологию птиц. И вот недавно приехала из ларопарка. Я обследовала своих птиц буквально тоже. Вот менее месяца назад, прежде чем уехала в Курмайр в Италию. Об этом тоже можете посмотреть у меня в Инстаграме. Я не включаю авокадо в диету птиц, потому что ни одной из моих птиц из всей моей стаи не подойдет в рацион авокадо. Он очень жирный для них. Он не впишется в эту сетку по питанию. Если составлять правильно сетку питания, где я рассматриваю, как живут мои птицы, какая у них активность, сколько полетов, сколько всего, он просто не впишется. Будет перебор для всех моих видов, которые у меня сейчас есть. Это аратинга, это ожереловый попугай, это александрийские попугаи. Просто не впишется, понимаете? И прежде чем вводить какой-то новый продукт, если вы очень этого хотите, посоветуйтесь с вашим врачом, посоветуйтесь с вашим птичьим диетологом, если такое имеется в Европе, а не популярно. Если вы в Европе, вам будет проще. Если вы в странах СНГ, то, скорее всего, у вас нет в городе ни врачей, у вас нет в городе ни диетологов птичьих, не говоря уже о ресурсах информационных для птиц, потому что их в целом не существует. Таких продвинутых, которые можно хватать частями, хотя бы общаясь с какими-то коллегами в Европе. И к чему я в итоге пришла? Такое дальше заключение какое-то самап сделать. Я взяла эту информацию, я поговорила, как я сказала в начале ролика, с директорами зоопарков, с диетологом, поговорила с киперами, и все в один голос сказали, что они его не дают, потому что он токсик, то есть токсичный. Это раз. Эту тему мы уже с вами проговорили, почему так может считаться. И, возможно, так и есть, но исследований нет. Второе. Почему не дают? Потому что он очень калорийный. Птицы даже в больших вольерах, хоть 10 метров вольер вы построите для своего волнистика, для него это очень-очень мало. Поэтому, прежде чем давать авокадо, переслушайте мое видео еще раз, вспомните, что птицы едят в природе авокадо, и категорически утверждать, что он их точно убьет, нельзя. Но, если вы хотите давать, всегда думайте, для чего? Например, для чего я даю большое количество моркови? У него много витамина А. Для чего я даю те или иные сорта зелени? Потому что они содержат то, 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 то. И оно полезно для первого, второго, третьего, четвертого. И так составляется диета птиц, исходя из потребностей. А просто так вводить какой-то продукт, а нужно ли? И тоже состояние здоровья. А может быть, стоит инвестировать деньги в обследование птички, отложить там 12 месяцев хотя бы на поход к врачу, чем покупать авокадо? Лучше начинайте разнообразить диету с чего-то более понятного для вас, то, что вы не можете купить у себя в городе, не нужно покупать. И лично мое мнение, вы уже услышали, я всегда докапываюсь до истины. Вот вам истина. Исследований нет. Птицы едят его в природе. Исследований, что они едят медь из авокадо, конечно же, нет. Не все птицы умирают от авокадо, но некоторые все же умирают. По какой причине? Потому что он стал токсичен для них. Или потому что у них были проблемы с внутренними органами. Об этом история умалчивает. На данный момент нет обширных исследований. Вы уже много раз слышали от меня слово исследований, потому что я люблю четкую, конкретную формулировку. И теперь вы знаете об этом больше, возможно, чем слышали до этого в каких-то информационных роликах. Бездумно. Я не рекомендую включать какие-либо продукты. Это не только про авокадо, потому что баланс диеты очень важен. Например, сейчас мне удалось добиться того, что после всех этих курсов, всех семинаров, всех воркшопов мне удалось составить такую диету для птиц, в которой они пришли в тот кондишен, в то состояние, в котором они классно перенесли линьку, несмотря на свои особенности, здоровье. И поэтому стоит к этому стремиться. Подписывайтесь на инстаграм. Будут это также выкладывать какие-то опросники, свои результаты и так далее. Не забывайте оставлять комментарии и отправлять этот видос друзьям. И с вами была Снежана и канал BirdSpace. Не забывайте подписываться на соцсети, потому что именно там я с вами коммуницирую. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok